Всем привет! Сегодня я снимаю видео хранения моей косметики. Итак, косметику я храню в таком большом кейсе. И если вы задумаетесь о покупке кейса, чтобы хранить вашу косметику, если вы визажист или не визажист дома, я советую вам приобрести кейс, так как я раньше хранила косметику в тумбочках, в комодах, в сумках, в косметичках. И это, честно говоря, неудобно. Хотя в комодах, в принципе, и неплохо так хранить косметику, все разложить. Но некоторые не любят, честно говоря, тоже кейсы, потому что их надо постоянно складывать, раскладывать, доставать. Я храню. И давайте начнем. Приступим. Так, давайте посмотрим, что же у меня здесь в кейсе. Здесь у меня нету профессиональных палитр еще. Так, давайте разложим. Я еще жду свои профессиональные палитры румяна и тени. А здесь, извините за такой вот бардак, потому что здесь есть косметика, которую я не пользуюсь. Она у меня лежала в косметичке. И я специально сюда положила, чтобы вы видели, что у меня вообще есть. Итак, давайте начнем. Здесь, наверное, начнем со второй ниши. Здесь пигменты от Coastal Sands. Две палетки от Avon, Mokalate и с зелеными такими, зелеными какими-то персиковыми оттенками. Я не знаю название. Island Breeze, что ли, так называется. Две палетки любимые от Belle, но не очень сыпятся. Вот очень хорошая однушечка, очень нравится. И здесь еще тоже от Belle застряла. Не могу вытащить. Здесь база от Vivienne Sabo, потом Belle, и в Roche бальзам. И давайте, наверное, начнем отсюда. Эту тушь я никому не советую. Она очень сыпется. Сначала она придавала огромное дело, то есть мои ресницы, очень такими пушистыми, объемными, красивыми. Но она очень быстро засохла. Любимый бальзам от Nivea. То есть застрять внимание я долго не буду, конечно же. Juvial Luxe, или как он называется фирма сейчас? Juvial, да. Такой натуральный оттенок, практически не видно на губах. Следующий хороший бальзам от Wai Pera. По-моему, эта фирма называется такой полупрозрачный розовый блеск. Он не липкий, очень приятно пахнет. Тоже очень нравится. Тушь от Floormar, которая делает огромные реснички, очень пушистые, очень такие вот длинные. Дальше у меня карандашик. Очень хороший. Этуаль для карандашной техники. Здесь Evelyn. Потом помады от Vivienne Sabo. Эта тушь очень классная. Она у меня где-то была примерно 2 месяца или больше. Ресницы были очень объемные, пушистые. Она не осыпалась. Очень-очень классная тушь от Maybelline. Вообще, Maybelline люблю очень. И здесь у нас Reluie, мои любимые помады. Здесь их H3. Но единственный минус, они очень ломаются. То есть, их основание помады быстро ломается, если они начинают при температуре плюс. Надо постоянно хранить в холодном месте, чтобы они не разломались. То есть, вы поняли, о чем я говорю. Здесь карандаши. Вот бежевый карандаш Tori Flame, который мне не идет. Обалденный блеск от Well, который потрясающе пахнет. Хорошо держится, если вы не кушаете, не пьете. Он не липкий и он такой глянцевый. Очень красивый. Очень обожаю такие блески. И здесь моя любимая помада от Avon, суперустойчивая, которая не сушит мне губы. Здесь у нас блеск от Evroche. Потом любимые тени от Maybelline ватинки Taupi. Если я правильно произношу, очень нравится. Помада от Luminum. Любимый глянцевый тоже блеск от Belor Design. У меня в одном экземпляре черевницы. Люблю использовать карандаш на технике. Вот такой карандашик. Flormar Avon. И дальше здесь находится все то, что я не пользуюсь. Я отказалась от пудры. Я им не пользуюсь. Они мне вообще не идут, кроме полупрозрачной пудры, рассыпчатой. Эта пудра очень хорошая. Она мультиминеральная. Ну, такого среднего, неплохого качества. Также хороший вот такой бронзер. Но он очень желтит. Я его не использую. Тоже не знаю, кому его отдать. Здесь матирующая хорошая пудра была. Но, опять же, пудрой не нравится, как смотрится мне на моем лице. Даже если чуть-чуть. Не люблю я их, честно говоря. Я их покупала, потому что страдала летом жирностью кожи. Ваяж Венсабо. Ну, хочу сказать, что некоторым пудра очень идет. У меня она просто, увы, нет. Вот хорошая, кстати, вещь, неплохой бальзам от Fresh Juice. Но он вытягивает все-таки влагу. Он быстро спасает ваши губки от сухости. Хорошо увлажняет. Такой влажный эффект. Но, мне кажется, он быстро вытягивает влагу все равно. Дальше палетка от Benefit. Эссенс с подводкой. Здесь у меня хранятся кисти. Мой любимейший бальзам. Шоколадный потом тушь. Здесь лежит моя любимая от белорусского производителя. Далее пучки. Палетки Sleek. Палетка Jaday. Моя любимейшая подводка, которая просто вообще лучше подводок я не встречала, чем от Fleur. Мне очень-очень нравится. Я их просто обожаю. Ну, я не говорю за люкс, но мне очень нравится. Я никакими другими не хочу пользоваться. И вот такая пудра, которая очень темная для меня. У меня очень светлая такая кожа холодная. Она очень темная. Подойдет, наверное, хороший продукт для средней оттенков кожи. Я брала на лето, когда загорала, пользовалась. Так она очень-очень сильно рыжит как-то. Не мое. Далее у меня даже тушь тут завалялась от Ленинградской. Такие объемные, шикарные ресницы мега. Потом, чтобы... Ну, больше тут ничего такого нет. Дальше карандаши, которые флейм. Дальше мой любимейший биби-крем от Garnier, который потрясающе подошел мне. Но оттенок light. Для меня он не light. Он опять же желтит, как-то рыжит. Так потрясающе. Я наношу его полупрозрачным слоем совсем чуть-чуть, потому что иначе появляется у меня такая вот маска. И, ну, некрасиво смотрится на лице. Вы поняли, о чем я говорю. То есть оттенок не подошел. А так вещь просто мне очень нравится. И эти вот недостатки все убираю. Далее Max Factor мой любимейший в оттенке 101. Дальше база хорошая от Belle. Любимейший буржуа в холодное время я пользуюсь. Мне очень нравится. Потом что у нас? Консилер от Oriflame. Очень классный. Понравилась тональная основа. Она немножко темновата на 2 тона. И беру совсем чуть-чуть. И, в принципе, она хорошо сливается потом с кожей. Мне очень нравится эта вот основа. Она подойдет прекрасно для нормальной кожи. Потом у меня консилер. Обожаю его от Belle. Черный жемчуг, которым я практически не пользуюсь. Только иногда. Потому что, в принципе, он неплохой. Но все равно та же одушка, которая... Неприятное ощущение. Ощущения маски на лице, то есть внешне, нету. Он хорошо ложится. Хорошее покрытие у него такое легкое. Но все же вот эта одушка, она мне не очень нравится. Из-за этого я часто не пользуюсь. То есть пользуюсь, но не часто. Дальше мусс, который в первом оттенке использовала только летом. Как кремовый продукт, как бронзер. Потому что очень темный. Я не знаю, первый оттенок у кого-то, как кожа темная должна быть. Я вообще не представляю. И там все остальные темные оттенки. Дальше вот этот любимый бронзер. Далее любимые продукты от Peggy Sash. Я уже вам рассказывала. Просто обожаю. Это у нас пудра. Мазачная пудра. Очень классный продукт. То есть очень нравится. Опять же от Belle красивые оттенки. Но не мое. Не мой цвет. Люблю я такие оттенки. Это моя слабость. Опять же Lumine хорошая пудра. Но я не пользуюсь. Потому что вычеркиваю я пудры вообще своего списка. Это абсолютно не мое. Я убедилась уже в сотый раз. Потом Peggy Sash. Это люминесцентная пудра. Такого персикого оттенка. Ее я просто обожаю. Обалденная вещь. Дальше. Любимые румяна от Manhattan. Тонгош и рассыпчатую пудру, которую я постоянно использую, Тури Флейм. Вот и все. Всем приятного просмотра. И пока. До новых встреч.